Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Соответственно, как и всегда, мы с вами на финансовых площадках и продолжаем отслеживать фундамент, анализировать новости, прогнозировать, стараться, определяя более-менее вероятные ценовые ориентиры для тех инструментов, которыми спекулируем. Сегодня давайте начнем с позитивной ноты, поскольку наш вступительный инструмент, а именно рынок черного золота, пока все-таки радует нас, как медведи. Мы видим то, что минимальные значения переписываются и сохраняем прежний настрой в плане того, что это, скажем, только лишь перевалочные пункты, перед тем, как мы сможем увидеть поддержки гораздо более на низких ценовых значениях. Клосс вчерашнего дня по бренду 50.83, сейчас инструмент торгуется, в принципе, на сопоставимых уровнях 50.84. Стоило нам только еще раз обратить внимание, то, что бренд подзадержался рядом с поддержкой 51 доллар за баррель, как тут же пошел его пробой. Новостная картина. В целом, сейчас нужно, как и раньше, понимать, что основной идеей для торговли на этом рынке остается обсуждение действия энергетического пакта, его влияние на балансировку спроса и предложения, влияние на возможное решение проблемы с сверхопредложением, перенасыщением рынка. Вопросы также присутствуют к этому энергетическому пакту, поскольку уже, можно сказать, мы переходим, скажем, во второй квартал, то есть закрываем, ну, еще, правда, три месяца, первое полугодие 2017 года и подходит к концу действия вот этого самого соглашения. Что будет дальше? Впереди у нас майская встреча в Вене, ну, точнее, не у нас, а у нефтяников, где, разумеется, возможность продления этого соглашения, скорее всего, станет основным пунктом на повестке обсуждения. Мы будем ждать этот повод, мы будем ждать новости и, конечно же, фактические решения. Руководствуясь опытом, рынок может чрезмерно оптимистично оценить вероятные последствия продления договоренности. Но я хочу, чтобы параллельно с опытом того, что мы видели, как рынок закладывался в цены, когда в конце 2016 года мы также спекулировали на возможности соглашения, сейчас понимают то, что сделка, она случилась. Но очень много воды утекло с тех пор, и сейчас уже никто не сомневается, ну, разве что люди совсем только отдаленные от оценки новостного фона и от понимания реально того, что происходит на рынке черного золота. Сделка оказалась неэффективна. Я думаю то, что вы все со мной в этом плане согласитесь. Да, конечно же, есть регионы, которые свято облетут необходимость о соблюдении условий договоренностей, полностью выполнили свои обязательства в соответствии с этой сделкой, но есть регионы, которые были не очень чистоплотны в этом. Поэтому ожидания, что нейротический пакт, заключенный впервые с 2001 года, в котором принял участие такое большое количество стран, весь ОПЕК, еще 11 других регионов, занимающих одни из ведущих позиций по производству нефти, эти ожидания оказались чрезмерными, и сделка не решила проблему, которую должна была решить. Эта сделка не отправила бренда выше 60 долларов за баррель, и более того, сейчас мы обратили внимание, снова обратили за очень долгий период времени на регионы, которые являются такими латентными, скрытыми, движущими силами для всего рынка углеводородов. Отдельное, всегда я обращаю ваше внимание, не всегда, в последний месяц США, с некоторых пор мы снова говорим про Оливию, потому что было обещано, что контроль над основными портами, самый важный из них, это Сидор, будет восстановлен в ближайшие дни, и, соответственно, это чревато возобновлением прежних поставок для всего рынка, то есть увеличением экспортных показателей со стороны еще, скажем, одного региона на 600 тысяч баррелей в сутки. То есть, вся сделка, напомню, аналитического пакта предполагала ограничение производства на 1,8. Мы видим то, что Оливия, по сути, охватывает, ну ладно, 600 тысяч баррелей, может быть, так быстро набрать не удастся, но хотя бы треть от этого значения уж точно. То есть, 200 тысяч. Мы видим, что объемы производства растут в США уже больше 250 тысяч за последние месяцы природства. Напомню, что по прогнозу Администрации аналитической информации в семи основных шельфовых провинциях ожидается в апреле рост добычи еще на 109 тысяч баррелей. Плюс ко всему есть регионы, которые даже не сократили добычу в соответствии с обязательствами. Россия не добрала по этому показателю, точнее, не досократила примерно 140 тысяч баррелей. То есть, математика, она здесь, в принципе, на поверхности. Она явно указывает на то, что ОПЕК в своих отчетах несколько приукрашивает цифры. И на самом деле снижение производства сейчас, если и наблюдается, то на совсем скромных значениях. И рынок по-прежнему остается в состоянии перепроизводства. Причинами снижения нефти вчера, можно отметить еще экспирацию апрельских контрактов, можно отметить и даже не можно, обязательно стоит. Данные от Американского института нефти по АПИ. Мы снова вернулись с вами в статистике со знаком плюс. Запасы растут. Сейчас по версии Американского института плюс 4,5 миллиона, с прошлого спада на минус 0,5. Сегодня релизов не так уж что много. Ну, в частности, один из важных отчетов, на который все-таки стоит обратить внимание, это запасы нефти в США. В 17.30 официальная статистика. И думаю, что мы также можем настраиваться на прирост и на появление еще одного, еще одной аргументированной позиции того, что запасы в США продолжают оставаться на исторических максимумах. Я думаю, что сегодня они реально могут перевалить даже за отметку в 530 миллионов. Объемы добычи уже выше 9,05. Штаты будут продолжать увеличивать производство. Количество нефтяных терминалов 631 на текущий день единица. Мы планомерно приближаемся к пятнице, где нас встретят уже новые цифры по Байкер Хьюз. Количество нефтяных платформ. Думаю, будет уже 645-650. Почему бы и нет. Поэтому, друзья, если вы все-таки еще ждете позитив, пытаетесь его найти где-то, я вам советую подумать. И если вы, скажем, обозначаете большие надежды перед Венской встречей, если вы считаете то, что регионы снова поддерживают инициативу о продлении действия соглашений на политического факта, вы должны понимать, что на другой чаше весов негатива куда больше. И этим негативом являются увеличение объемов добычи со стороны регионов, которые не связаны обязательствами этой сделки. И этого вполне достаточно даже одних США, вполне достаточно, чтобы полностью в корне изменить представление и нейтрализовать положительные эффекты действия вот этого энергетического факта. Есть скепсис в отношении, собственно, этой сделки. И есть, опять же, понимание того, что в случае даже ее продления не факт, что она будет исполняться хотя бы даже в том формате, в котором она исполняется сейчас. А на текущий момент примерно на 10 процентов, собственно, эта сделка не завершена. И не потому, что еще недостаточно времени прошло, а потому что это, в принципе, предел реализации этого соглашения, потому что остаются те регионы, которые не хотят более сокращать производство. И одним из этих регионов является Россия. Поэтому стопроцентной реализации этой сделки мы точно не увидим. А если где-то и будут обозначены такие цифры, к ним появится очень много вопросов. Достоверности, собственно. Продолжаем шортить нефть. Этот актив уже принес нам прибыль. Я надеюсь, что мы сможем за, будем надеяться, непроложительные периоды времени получить по коррекции еще не меньше 10 процентов. Надо прорваться ниже поддержки 50 долларов за баррель. Рубль против американца 57.27. Здесь, друзья мои, мне остается только развести руками. И если бы была возможность обозначить большой вопрос, я бы сейчас это и сделал. Где же эти самые, скажем, девальвационные импульсы, которые должны были случиться по факту ослабления и снижения цен на нефть? Мы с вами порассуждали, собственно, вчера и предположили, что, возможно, каким-то тоже скрытым триггером для российской валюты против доллара может быть тестирование планки по бренду 50 долларов за баррель. Ну, если это так, то осталось дождаться совсем немножко, потому что 84 цента нас отделяет от этого уровня. Рубль при этом находится на таком бодром состоянии, в котором должен был бы пребывать, если бы сейчас котировки по бренду держались и выше 60 долларов за, соответственно, баррель. Я считаю то, что так долго ситуация продолжаться не будет. Это она явно в плане укрепления рубля. И то, что сейчас происходит на российском валютном рынке, это какой-то нонсенс, это ситуация, которая вроде бы как для некоторых кажется позитивной, но на самом деле в ней очень много, опять же, в дорогом рубле по сравнению с основными конкурентами гораздо больше вреда, чем в дешевом. И в последние дни я даже слышал вот разговоры, знакомые с статьями, которые посвящены, опять же, ситуации на российском валютном рынке, на основании которых есть даже инициативы, которые подразумевают заморозку курса на текущих значениях, чтобы не отпустить еще большего укрепления. Надеюсь то, что в ближайшее время мы все-таки, точнее не мы, а те силы, которые стоят за укреплением, подружатся с логикой, и мы увидим рубль на куда более оправданных значениях, нежели сейчас. Доллар против японской иены. Здесь все в конве той рекомендации, как косрочные, которые я вам и дал. Тот импульс, который стал следствием снижения доходности американских трежерис, оказался значительным для американцев. Доллар продолжает снижаться на все тех же самых аргументах давляющего воздействия долгового рынка. Американские десятилетки, то есть наш основной, скажем, катализатор, на который мы всегда, из года в год делаем большую ставку, сейчас по доходности ниже 2,5%. И вот тренд уже, снижение идет несколько дней подряд. Соответственно, давайте рассуждать с вами. Если снижается доходность американских долговых бумаг, а растет их стоимость, о чем это говорит? Это говорит о том, что очень много денег заходит в эти активы, значит рынок чего-то боится. Чего боится? Ну, мы можем говорить о выборах во Франции, мы можем говорить о последствиях Брекзита, это все правильно. Я еще хочу обратить ваше внимание на то, что есть актуальный фон, который, может быть, вчера и повлиял на то, что мы видели на американском долговом рынке. Это снова несостыковки в реформах Трампа и одобрения, которые он должен был бы получить со стороны Конгресса, как полагалось раньше. Вот, в частности, всем известная, не такая известная, как реформа здравоохранения Обамы, но все-таки, может быть, пройдет время и в таком же ключе будут говорить о реформе здравоохранения Трампа. Полагалось то, что на этой неделе в Конгрессе она пройдет обсуждение и одобрение. Но, судя по последней позиции республиканцев-консерваторов, они уже высказались за то, что в этой реформе и, в принципе, в том предложении, которое сделал Трамп, очень много вопросов. И у них есть достаточное количество голосов, чтобы заблокировать прохождение этого законопроекта. Соответственно, голосование по нему, кстати, пройдет уже завтра. Если дело дойдет до этого, то американская валюта, скорее всего, просядет еще сильнее. И логичный вопрос. А каким образом эта реформа, собственно, повлияла на рыночное настроение? Дело в том, что если сейчас этот проект встанет на паузу, те реформы, которые идут как вагоны за паровозом следом, это реформа налогового характера, это реформа через увеличение бюджетных расходов на инфраструктуру, тоже встанет на паузу. И не двинется никуда, пока не пройдет это. То есть мы с вами можем, по сути, завтра убедиться в том и получить сигнал рыночный, что с стимулирующими реформами Трампа нам придется с вами повременить. Очень, конечно же, не хочется говорить об этом. Ну, итоги мы, безусловно, подведем с вами. Но рынок есть рынок, друзья. Нам приходится констатировать то, что на нем есть. И, может быть, иногда мы строим избыточные ожидания, может быть, делаем это часто. Но ситуация меняется. И в данном случае сейчас эта ситуация больше, конечно же, настраивает на спросно-защитные активы, если логика в связи с этим не изменится. Однако вот системный фундамент, который, в принципе, также нужно еще иметь в виду, это позиция ФРС. Мы о ней говорили уже очень много. Здесь картин, в принципе, не меняется. Мы продолжаем следить за комментариями чиновников американского регулятора. То есть след за Ямонцем. У нас вчера также был насыщенный день по выступлениям, в частности, Эстер Джорджа, Лоретта Мейстер. В целом, чтобы не забивать вам голову тезисами выступлений, потому что их очень много, я просто хочу обратить ваше внимание на то, что оба этих представителей американского регулятора признали также наличие всех условий для повышения ставки. И Мейстер, в принципе, повторил позицию Эванса о том, что до конца этого года мы можем увидеть еще даже три. Повышение процентной ставки вместо двух, как полагают и прогнозируют многие. За долларом мы продолжим следить. Доллару явно нужен какой-то внутренний триггер, чтобы позволить вернуться к прежним позициям. Что этим триггером может выступить? Все-таки, возможно, если говорить про пару долларов японской иены, это может быть уровень поддержки. И я даже предлагаю вам рискнуть. Мы с вами уже достаточно продали, добрались с этой парой доллар японской иены краткосрочно до очень глубоких значений. Но вот лично мое субъективное мнение, опять же, как только мы коснемся поддержки 111, то есть нижней границы нисходящего коридора, который сохраняется уже многие месяцы, мы смело сможем рассчитывать на потенциальный разворот. Поэтому сейчас я предлагаю пока еще краткосрочно пошортить эту пару. Но как только мы коснемся планки 111, можно будет уже покупать в расчете снова на прежнюю высоту 115. Потому что рано или поздно рынок все-таки признает, что риторика ФРС была жесткой. И как ни крути, это действительно так. Статистика продолжит нас радовать все сильными и сильными отчетами, настроить на хорошие показатели, будущие показатели ВВП. Я надеюсь, что Трамп к этому моменту уже придумает и поймет то, что уже на календаре март, который подходит к концу. И, опять же, его бездействие в плане стимулов, его бездействие в плане удовлетворения тех потребностей, которые хотят удовлетворить большинство его электората и бизнес-окружения. Это более, скажем, мягкий законодательный контроль. Это более низкие налоги. Их нужно удовлетворять, потому что иначе Трамп начнет их подбешивать. Вот это, конечно же, допускать не нужно. Надеюсь, что Трамп это также прекрасно понимает. И стимулы в любом формате. Они также не за горами. Поэтому американцы долгосрочно, я предлагаю покупать, как и срочно, давайте дождемся до отметки 111 йен против доллара. Евро против американца. Но здесь европейская валюта снова на подъеме. Причины также слабеющие. Доллар, как и раньше. Хотя можно еще сюда добавить и политическую тему. И обозначить нового, потенциального и, скорее всего, наиболее вероятного президента, будущего президента Франции. Это Эмманель Макрон, который блестяще провел первые дебаты, повысил ожидания собственной победы и снизил вероятность того, что Мари Ли Пен, которая ратует за выход Франции из состава ЕС, а держит победу. Я говорил и, в принципе, обозначал позицию, которую обсуждали на рынке, то, что Мари Ли Пен, ну, вряд ли, потерпит поражение в ходе первых дебатов. Вот это произошло. Но, второе, шансов было, в принципе, изначально очень мало. Поэтому политическая тема, она остается неопределенной, но все-таки не такой острой, как раньше по Франции. И, может быть, это выступило одним из факторов поддержки для Евро. Но все-таки это тоже фундамент, который в целом подтянут за уши, потому что неопределенность сохраняется. И, на мой взгляд, единственная причина роста евро, так же, как и многих других рисковых инструментов, это слабый доллар. Фунт. Здесь можно говорить очень много. Я предлагаю фунт все-таки оставить про запас, потому что до 29 марта, то есть дня, когда Тереза Мэй ведет в действие 50-ю статью Лиссабонского договора, у нас очень много времени. Поэтому сейчас мы должны признать тот факт, что до этого периода волатильность будет зашкаливать 100-150-200 пунктов вниз, вверх. Это нормальное поведение, когда рынок не знает, как торговать по факту этого события. Вчера вышел отчет по инфляции. Как мы с вами и предполагали, значение будет зашкаливать. Многомесячный, многолетний хай, по-моему, с 2012 года. Максимальное значение за 4 года по индексу потребительских цен. Фактическая цифра 2,3% рост с 1,8%. Но трейдеры после выхода этого релиза стали покупать фунт. И, значит, сделали ставку не на то, что высокая инфляция станет угрозой для потребительской активности, а на то, что высокая инфляция может стать предпосылкой для ужесточения монетарной политики и повышения ставок. Вопрос важный. Когда же фунт все-таки осознает тот факт, а точнее участники, которые с большими деньгами сейчас продолжают его покупать, что потребительская активность будет сильно страдать. И мы в конце этого года получим очень слабое значение по рознице и, возможно, будем наблюдать провальные релизы по ВВП. И когда же фунт все-таки смирится с теми рисками неопределенности, которые грядут, в принципе, по факту ввода 50-й статьи. Поэтому, резюмируя, в принципе, то, что я сказал, я по-прежнему рекомендую присматриваться больше к продажам. Я сохраняю свою короткую позицию, потому что понимаю, что просто так медведи этот инструмент не отпустят, особенно в преддверии такого важного события, как инициирование полноценной официальной дорожной карты выхода английской экономики из состава Европейского Союза. По новозеландцу у нас снижение, по австралийцу тоже. По новозеландцу мы говорили и про слабые молочные аукционы, и про последний слабый отчет по ВВП, и про кризис на рынке недвижимости, и про рост задумчивости домохозяйств. Сегодня ставка в 23.00 по московскому времени. Вероятность того, что ее изменят крайне низко, нас интересуются правительные заявления, которые, скорее всего, будут сверхмягкими. Поэтому давление на новозеландца будет возрастать. Австралиец не смог, как мы и говорили, прорваться выше сопротивления 0.77. Ну куда уж, крутовато значение. Корректируется сейчас отметка 0.7650. В принципе, сохраняет потенциал на дальнейшее снижение. И USDCAD вчера было пытаться прорваться ниже уровня 1.3350. На сильных данных по розничным продажам действительно очень хорошее. Но совладать с слабой нефтью ему не удалось. Поэтому к концу дня мы вернулись к отметке 1.3350. Закрытие дня, в принципе, на отметке 1.33. Еще выше сейчас котировки примерно 1.3380. Я считаю то, что пара уже идет к сопротивлению 1.35. И при сохранении потенциала снижения нефти и реализации, в принципе, этой динамики, USDCAD может оказаться выше этой планки. То есть здесь важно подчеркнуть то, что канадец не особо-то сейчас, в принципе, реагирует на то, что происходит с долларом. И это хорошо, потому что мы хотим эту пару увидеть не на отметках рядом с уровнем 1.30, а выше отметки 1.35. Из важных отчетов. В 17.30 запасы по нефти в 23.00 ставка резервного банка Новой Зеландии. Об этих релизах можно с вами поговорить. Собственно, на этом все, друзья. Большое спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, каналы коммуникации прежний. Форма Маркетс и наш канал на YouTube. Не забывайте подписываться на него и оставлять не только ваши комментарии, но и большие пальцы, лайки. За них искренняя, дополнительная, отдельная благодарность. Хорошей вам торговой сессии. И, как и всегда, не забывайте про то, что контроль за рисками – это первоочередное дело. Всего доброго. До свидания.